Спрос на кадры для лесной промышленности вырос. Кого зовут на работу? Бизнес делает больше инвестиций? В себя? В каких отраслях? Самые щедрые капвложения? Почем высшее образование? Самые популярные направления? И самые дорогие ценники? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте! В Поволжье наполовину вырос спрос на кадры для лесной промышленности. Наполовину по сравнению с прошлым годом. Деревообработчиков, работников для целлюлозно-бумажных предприятий, настроительное, столярное производство ищут во всех регионах Приволжского федерального округа. Больше всего в Ульяновской, Кировской областях у наших соседей в Башкортостане и в Татарстане на 51% больше стало предложений работы. По итогам полугодия Башкортостан, Татарстан и Нижегородская области вошли в топ-3 регионов страны по доле вакансий в Леспроме. Лидируют в этой отрасли предложения работы для менеджеров, водителей, продавцов, а также операторов линий и бухгалтеров. По данным сервиса Headhunter банк данных заработных плат, на данный момент работники, трудящиеся в лесопромышленной отрасли по Волжье, чаще всего могут пользоваться такими социальными гарантиями, как оплата мобильной связи или компенсация корпоративной мобильной связи. Это есть у почти 80% местных компаний. ДМС доступна в 65% работникам. Причем в ПФО компании затрачивают на ДМС в год на одного рядового работника порядка 30 тысяч рублей. Еще треть работников могут за счет работодателей добираться до места работы. А вот реже всего лесопромышленники могут заниматься спортом за счет компании. Это есть лишь у 19% работодателей. Медианная зарплата, на которую зовут работников компании лесопромышленного комплекса, в целом по стране 73 тысячи рублей. За год она выросла на 11 600 рублей. В Поволжье предлагаемые зарплаты прибавили больше 12,5 тысяч, но они ниже, чем в целом по стране. Только 62 тысячи. Инвестиционная активность бизнеса в России в целом и в Поволжье растет. 9 из 10 предприятий Волговятского макрорегиона в первом полугодии увеличили инвестиции или сохранили их на уровне такого же периода прошлого года. Это показал оперативный опрос Банка России. Аналитики отмечают, что на увеличение капитальных вложений в обрабатывающее производство в Волговятском макрорегионе заметно повлияла подстройка бизнеса к новым условиям. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика». Самая активная динамика капитальных затрат у металлургических предприятий. В первые шесть месяцев этого года завершены несколько инвестпроектов. Например, в Нижегородской области началось серийное производство механических коробок передач для легковых грузовиков и внедорожников. В Чувашии завершился очередной этап модернизации на производстве солнечных модулей и электростанций. В Ульяновске введены две новые линии по производству алюминиевых банок для напитков. А в Саратовской области мебельная компания открыла цеха по сборке мягкой мебели. Среди факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность, компании отмечали в том числе проблемы с логистикой, стоимость заемного финансирования и дефицит кадров. Однако, даже несмотря на эти ограничения, предприятия сохранили положительные ожидания относительно динамики инвестиций в 2024 году. Каждый третий родитель в первую очередь обращает внимание на рейтинг университета при выборе вуза для своего ребенка. И не просто доверяет информации на сайте, а за ручку со своим ребенком ходит на дни открытых дверей. Узнали аналитики Суперджоп. Стоимость обучения, наличие грантов, скидок родителей волновало во второй очередь. Третий важный вопрос, тоже для трети опрошенных. Квалификация преподавателей и отзывы об учебном заведении. И только 16% родителей отвечали, что вообще не участвуют в выборе вуза для своего ребенка. Полностью ему доверяют и в любом случае его поддержат. Между тем, казанские вузы назвали самые популярные направления этого года у абитуриентов. Списк такой. Экономика, информационные технологии и международные отношения. Бюджет уже закрыт, но сейчас еще продолжается прием заявлений на коммерческое отделение. Цены в этом году сильно выросли. Рекордсмены по подорожанию. Прикладная филология, там год обучения стоит 220 тысяч, реклама и связи с общественностью 250 тысяч и журналистика 210 тысяч рублей за год. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин